Так вот выглядит весь подмотчик. Несущие трубы, несущие опоры, она с регулировкой, можно ее двигать, много отверстий. Присверливаются прямо сразу к ноге, это мы просто не стали все ногу сверлить, поэтому сделали через деревяшку. Верхний датчик, он датчик размотки, нижний датчик, он датчик подмотки. Несущая втулка, ступица, мотор ступица, которая, это вот резиночки снятия статики, они подсоединены все к заземлению, к общему, на массу, это обязательно, чтобы электроника не сгорела. И здесь все точно так же зеркально, только без двигателя. Сейчас получается у нас втулка намотана полностью и верхний датчик отключен. Это либо первое включение, либо после того, когда мы пользовались кнопками. То есть после нажатия кнопок верхний датчик, он не активен. Это сделано специально, чтобы можно было очень легко и просто и удобно заправить материал сюда. При первой сработке нижнего датчика произойдет активация датчика размотки, и плоттер будет следить за тем, что материал у него будут забирать. Не плоттер, а подмотчик, что материал будут забирать. В общем, если мы сейчас размотаем просто рулон вниз, вручную, вот так вот его отпустим, он его поставит в то положение, которое считает нужным, и где-то в этом положении сейчас будет стараться держать. Так, по плоттеру смотрим, что у нас здесь. У нас здесь стоит скорость 60 миллиметров, ой, 60 миллиметров в секунду, это то есть получается 2600 миллиметров в минуту, 36 метров в минуту. Быстрее он не крутит. Это максимальная скорость нашего режущего плоттера. Обычно у них 500 даже бывает, еще меньше. Так, включаем его для управления с компьютера и запускаем резку. Смотрим, как он работает. Успевает он полностью и разматывать, и подматывать материал в обе стороны. Учитывая, что материал легкий, ему, кстати, тяжело с ним работать, потому что с более тяжелым материалом, ему проще. Подмотчики все равно работают в импульсном режиме, потому что скорость подмотки и размотки опережает скорость работы плоттера. Если поставить второй такой же здесь, на режим размотки, то он будет, получается, гонять отсюда, вот туда. То есть здесь будет стоять втулка, и на ней будет висеть материал, скажем так, исходный. И он будет точно так же петлю вниз образовывать, запускать в плоттер, и через петлю вниз наматывать сюда. То есть будет брать отсюда, разматывать его, при необходимости подматывать обратно, чтобы по земле все это не выучилось. И, в общем, как-то так вот все это выглядит и, в принципе, работает. Продолжение следует...